Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – это есть книга «Второзаконие», глава 26. И главой этой заканчивается огромный массив постановлений, начинающийся в главе 6, где рассказываются разные какие-то нормативные положения, касающиеся жизни еврея в данной дарованной ему земле. Эта жизнь охватывает огромное количество сторон жизни человека, это есть и жизнь религиозная, конечно же, благочестие, этика, это есть очень важный элемент этого закона, закона Моисеева, закона Божьего. Также в этом законе есть огромное количество предписаний, касающихся разных прочих сторон нашей жизни. Личная, бытовая, семейная, экономическая, социальная, интимная, прочие разные вещи регулируются теми или иными сторонами закона Божьего. И вот заканчивается этот большой массив постановлений вот таким вот, понимаете, суждением, рассуждением, точнее, о том, что есть еще и богослужение. И конец этого массива постановлений касается богослужений, да, как правильно поклоняться Богу в культовом, таком литургическом отношении. И, конечно же, реальность эпохи диктовала перспективу изложения и практикования этого сюжета, этого момента. А именно, что имеется в виду? В те времена все народы, все племена, все люди, все культуры и развитые, и какие-то примитивные, первобытные, почитали Бога и богов, ну, одинаковым, что ли, стилем или жанром. Конечно же, практиковалось принесение Богу или Богам жертв. То есть, кого-то нужно было убить, чтобы Богу или Богам было от этого угодно, приятно, ну, или просто радостно. Да, чтобы Боги в ответ дали нечто доброе, безопасность, снабдили бы необходимым племя или народ и так далее. И в этом отношении не было варианта. Мы выбираем грубое принесение жертвы, там, где льется кровь, или нечто более возвышенное, да, псалмы, там, или какие-то духовные практики. Такого выбора не было в то время. Выбор был гораздо более узким и таким однозначным, а именно, как приносить Богу правильные жертвы. Вот, значит, жертва все равно была важным элементом, центром ритуальной жизни. И просто нужно было законодателю объяснить, кому нужно было приносить жертвы, какие нужно было приносить жертвы, и во имя чего, с каким чувством нужно было приносить эти жертвы. Поэтому о жертвах именно, а не о псалмах, молитвословиях, преломлении хлебов, сейчас у нас пойдет речь. Итак, глава 26, читаем и комментируем. Итак, Вот, значит, вот описывается вот этот вот ритуал, описывается этот обычай. Обычай, мы уже об этом говорили, это есть принесение первин, да, или первого урожая, первого того, что было собрано с полей, с виноградников, зарослей, смоковниц и так далее. И вот это есть то, что нужно Богу преподнести и Богу нужно отдать. Обычно этому моменту посвящен праздник седьмин. Это был праздник, совершающийся в начале лета, но это по-нашему начало лета, когда все еще только вот расцветает, начинает расти трава, деревья зеленеют и так далее. Но в регионах южных, Палестина, регион южный, это было время, когда уже был собран первый урожай. Вот и все. Да, урожай первый собран, есть первые плоды. И то, что первое, самое долгожданное и самое радостное, надо отнести, надо отдать Богу. И вот описывается порядок, какая-то форма всего этого дела. Нужно положить в корзинку, да, вот часть первого собранного урожая, не знаю, виноградники, зерно, другие какие-то разные растения. И нужно прийти и отдать это Богу. Это есть нечто очень рациональное для древнего человека. Потому что откуда все это получилось? Почему я имею возможность вот и этой весной тоже проснуться, идти на поле, оно не захвачено, тебя не оккупировали враги, ты не умер от голода, никакая язва, ликорадка, болезнь не охватила твои регионы. Откуда все это? Почему все это получилось сделать тебе? А потому что Бог от тебя заботился. И как можно Богу быть благодарным? Нужно отдать Ему то, что тебе наиболее дорого. А разумеется, первые плоды, первого урожая, это то, что есть особенно дорогое для каждого крестьянина, для каждого человека, живущего на поле, добивающего хлеб, припитание своими руками. И так самое ценное, самое важное Богу, потому что от Бога все. И вот это вот представление, этот какой-то инстинкт, это такое богословское созерцание и приводит к появлению этого ритуала, этого обычая первин, первая Богу. Впрочем, даже в этом таком ритуальном, что ли, нужно нечто вещественное сделать, собрать, взять корзинку, погрузить, идти и отдать. Даже вот в этом таком ритуальном, ветхозаветном, есть очень много элементов новозаветных, вот таких просвещенных и правильных, и вечных, и неустаревших. Начнем с того, что сам этот обычай, обычай отдавать Богу, приносить Ему жертвы, самое для тебя ценное. Бог требует ценного, Бог призывает отдать Ему ценное. Потому что не ценное, не нужное ни тебе, ни Богу. Эта вот вещь до сегодняшнего дня, она актуальна. Принести в Богу как дар то, что тебе не гоже, как в поговорке говорится, на Боже, чего мне не гоже, это не есть что-то благородное, благочестивое с позиции и Нового, и Ветхого заветов. Поэтому сама эта идея является до сегодняшнего дня актуальной и легитимной в жизни христианина, жителя Нового Израиля, Нового завета. Но дальше, и помимо вот этого момента, мы находим много разных интересных новозаветных представлений. Ну, например, там будет молитва, там будет очень важный момент благодарения, там будет какой-то символ веры, да, и поэтому вот об этих моментах новозаветных мы сейчас подробнее поговорим. Итак, стих 3. «Подойди к священнику, который будет в то время, и скажи». Вот, значит, ты пришел с корзинкой, да, с первинами, с первым урожаем, ищешь священника в этом святилище в Истине и говоришь ему, «Ныне я возвещаю Господу твоему Богу, что я пришел в эту страну, о которой Господь поклялся отцам нашим, что отдаст ее нам». Такое, видите, начало ритуального диалога. Завязка такова. «Вот я в присутствии тебя, священника, при твоем участии, как посредника, возвещаю Богу то, что я здесь, я живу в стране, которую ты дал мне». После этого, стих 4, священник возьмет у тебя корзину и поставит ее преджертвенником Господа твоего Бога. Священник, посредник, да, от имени израильтянина, он пред Богом выступает, является посредником и ходатаем, тем, кто может выдержать в силу такого решения Бога, больше не в силу, больше не по какой причине, может выдержать присутствие Бога в храме, в святилище. А потом начинается такое довольно подробное изложение важных элементов священной истории народа Божьего Израиль, настоящий символ веры. Этот символ веры тем более уместен для нашего сегодняшнего разговора, что вчера была еврейская Пасха, Песах, и вот сегодня вот об этом вполне можно поговорить. Итак, читаем. «А ты скажи пред Господом твоим Богом следующее. Прародитель мой был скиталец Арамей, он ушел в Египет с немногими людьми и жил там, как приселенец. Там от него произошел народ великий, сильный и многочисленный». Вот начало этого священного повествования, этого такого настоящего ветхозаветного символа веры. И тут в этом символе вере упоминается некий скиталец Арамей, либо странствующий Арамей. Но вообще-то говоря, Арамей – это есть народ, говорящий на арамейском языке. Арамейский язык – это есть родственник, но близкий, что ли, такой родственник, брат, либо родной, либо двоюродной языка еврейского. И вот книга Бытия указывает нам на то, что действительно много было контактов, какое-то было глубинное родство между представителями народа еврейского Израиля и народами арамейского такого ареала. Это было много народов, но у них был общий арамейский язык. Ну вот, например, считается, что сами арамеи были какими-то родственниками, либо потомками Авраама. Вот те, которые остались там, в районе Харана, какой-то местности сирийской, или в такой северной Месопотаме, это есть регион, где арамеи, арамеоязычные люди, они вот и обитали. Поэтому вот арамеи – родственники Авраама. Более того, потомки Авраама, Исаак и Иаков, они отправляются туда, в эти районы, чтобы там взять из женщин арамейского племени себе жен, да. Вот поэтому связь такая, она была сильна, и называется даже сам Яков Израиль, а именно он, тут имеется в виду, Яков Израиль был скитальцем, странником, и жизни это подтверждает такую у него судьбу переселенца, скитальца, потому что он сначала жил в Ханаане, в Палестине, и там был тоже странником, со своим отцом путешествовал, они стада пасли, потом оказался он вот в районе Сирии, да, северных районов Сирии, там себе нашел жен, да, и там дети появились его, потом он вернулся обратно в Ханаан, встретился со своим братом Исавом, и в конце жизни он оказался в Египте, и там он скончался, поэтому сама жизнь этого человека, она охватывает огромный ареал регионов, местностей, вот стран, и он был скитальцем по образу своей жизни. Так вот, родители мои были скитальцем Арамеем, он ушел в Египет, сначала было их мало, да, вот Яков Израиль и его семья, вот его дети многочисленные, Иосиф и его братья, но потом со временем образовался от них народ великий и многочисленный. После этого начинается описание того, что нам известны из книги «Исход». Египтяне же относились к нам плохо, угнетали нас и принуждали к тяжелой работе. Вот описывается жизнь, тяжелая жизнь в Египте, и замечу, прерывая повествование этого символа веры, то, что это был такой вот публичный обряд, и, возможно, люди собирались вместе в этом скине, в этом каком-то святилище, и громко, согласно повторяли одни и те же слова. И там были, то есть они знали их наизусть, там были и дети, и дети тоже заучивали эти слова, и это все было такой матрицей жизни еврея, израильтянина. Это была фактура, это была идеология его такой бытовой, ежедневной, рутинной жизни. Собираются люди, читают текст вслух. Это есть настоящее богослужение, впрочем, имеющее фокус на каком-то, на какой-то жертве, каком-то ритуале. «Тогда мы воззвали Господу Богу отцов наших, и Господь услышал нас, увидел наши бедствия, страдания и мучения. И Господь вывел нас из Египта рукою Свою могучую, десницу Свою простертою, совершив великие страшные деяния и знамения и чудеса. Он привел нас сюда и отдал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом». Вот, подчеркивается, решающая, основная, основополагающая роль Бога. Для того, что сам Моисей отсутствует в этом символе веры. То есть, как будто бы все случилось бы, даже если бы Моисея не было бы. Потому что исход, это есть дело могущества Божьего. Бог вывел нас из земли египетской. Стих 9 описывает нам Хананскую землю. Он привел нас сюда и отдал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. Хочется сделать маленькое отступление, порассуждать о том, что очень часто земля Израилева, Ханаан, написывается в книгах Танаха, Ветхого Завета, именно таким образом. Земля, где вот так все хорошо, так все изобильно и богато, что можно сказать, что там вот даже река течет молоком, да, и берега там медовые и так далее. Ну, правда ли это так или неправда? Ну, те, кто был в Израиле, те, кто занимаются историей этого региона, географией, отмечают, что это и правда, и неправда. Да, это правда, потому что, ну, южные регионы, да, и есть плодородные такие местности, да, кое-где в Ханаане хорошо заниматься вот этим вот аграрным ремеслом и аграрным делом. Ну, а впрочем, во всем остальном земля была обыкновенная и даже, может быть, хуже, чем окружающие земли. Ну, вот что было там хуже, чем в окружающих территориях? Ну, скажем, что там тоже были свои неблагоприятные регионы, там была и пустыня, там и мертвая, ничего не могущее породить, ничего не могущее оросить, дать какую-то воду для питья, для полива, мертвая или соленая, либо асфальтовая, так называли в древности, море. Там были гористые местности, которые без тяжелого труда, без мозоли на руках, без пота на челе человека ничего не могут дать, да, нужно носить землю, устраивать террасы, нужно поливать, чтобы что-то там такое получилось. Ну, и кроме того, эта земля во все регионы, во все районы, во все периоды ее существования была земля опасная, где были неспокойные соседи, где была опасность быть завоеванным. Короче, эта была земля, я хочу вам это показать, в основном, в общем, земля обычная, земля, каких много на нашей планете находятся таких мест. Но особая любовь, особое внимание, особая привязанность к этому колочку суши у евреев приводила и приводит к тому, что воистину эта обычная земля может оказаться тем, что объективно иногда описывается, как земля, которая дает и завилует молоком и медом. Да, сладкая земля, земля, полная десертов, земля, где можно радоваться, ликовать и наслаждаться жизнью. Это правило срабатывает и в случае Израиля, и в других случаях, когда мы видим в окружающих нас районах вот эту самую данную нам, Богом, землю. Эта земля наша, Бог дал нам ее в управление, в пользование. И в этой связи мы, люди, охваченные христианским, религиозным, библейским пылом, должны заняться духовным трудом, трудом при помощи наших рук, нашего создания, сознания нашего, нашего образования и превратить окружающие нас псковские, новогородские, тверские, тамбовские, рязанские земли, в то, что описывается здесь, как земля, текущая молоком и медом. Бог дает нам для этого все возможности. Итак, возвращаемся дальше к тексту. Это вот окончание прямой речи израильтянина, принесшего Богу свои первины. Вот я принес первые плоды, урожая и земли, которую ты, Господь, отдал мне. Потом поставь корзину пред Господом, твоим Богом, и склонись пред Ним. Вот описывается здесь участие человека. Вот сам человек приносит и в присутствии священника отдает этот дар Богу, этот дар, он остается в храме. Дальше еще один ритуал, настоящая Десятина. Десятины мы уже проходили, об этом рассказывают другие главы книги Второзакония. Здесь же мы читаем про то, как Десятина появилась. То есть вот первая Десятина появилась, как мы прочитаем, в третий год, когда евреи оказались на земле Хананской. Почему так в третий год? Почему не первый год? Все понятно, все логично, нужно было освоиться, нужно было как-то вот тут вот укрепиться. И первые два года, это есть время, когда нет возможности Десятину отдавать Богу, потому что все идет в дело. Но когда вы уже, два сезона у вас прошло, вы уже имеете запасы, вы уже познакомились с этой землей, тогда Десятина уместна. Итак, читаем, как Десятина появлялась и какие слова об этой Десятине Бог нам в Библии дает услышать. «Веселись, пользуясь всем тем, что дал тебе и твоей семье Господь твой Бог. И пусть вместе с тобой веселятся и левит, и переселенец, которые живут среди вас». Третий год, год Десятины, когда ты отделишь от всего своего урожая Десятину и отдашь ее левиту, переселенцу, сироте, вдове, чтобы они, живя в твоем городе, ели досыта. Вот так начинается рассказ о Десятине. Десятина, десятая часть, 10% от того, что у тебя есть, от твоего урожая. Все очень написано прямолинейно. Не как вот сейчас мы рассуждаем, пытаясь минимизировать Десятину. Допустим, такие есть подходы, десятая часть от десятой части, или десятая часть от прибыли, не от дохода, а от прибыли, полученной в ходе чего-то. Ну и прочее, есть какие-то фокусы, имеющие своей целью минимизировать то, что мы Богу отдать должны. Тут все очень прямолинейно. Десятая часть Богу, Господу. Как объясняется, как мотивируется необходимость соблюдать Десятину каждому еврею? Ну вот, мотивация совершенно новозаветная, совершенно до сегодняшнего дня актуальна. Итак, во-первых, Десятина действительно есть то, что имеет такой, понимаете, социально-религиозный формат. Это имеет цель, делая религиозную вещь, сделать хорошо в социальном плане. А именно, ты отдаешь от своего имущества, своего богатства какую-то часть, которую можно отдать безболезненно, без большого ущерба, без риска оказаться банкротом, голодать и так далее. Вот ты ее отдаешь. И тогда те, у кого этого нет, тут указаны эти категории, видите, левит. Левит, он не имеет надела, не имеет участка, он занимается одним делом, он служитель при храме, при святилище. Да, левит. Дальше, переселенец, не местный, у него мало всего, он не окреп, он не член общины, он уязвлен в куче разных вещей. Да, вот он тоже нуждается в том, чтобы ты дал ему Божью часть. Это вообще-то такая вещь очень необычная. Про левита все понятно, но он же Богу служит, поэтому то, что Божье, то по идее и его. Но вот переселенцы уже такое нечто скандальное, непонятное, но он же не местный, он даже не, он и данопоклонник в конце концов, но нужно ему тоже отдавать часть этой десетины, потому что вот очень важное миткозаветное библейское правило веселье в одиночестве это не веселье. Когда тебе хорошо, а прочим всем плохо, то это есть дурное, плохое веселье, веселье на костях других людей. Так быть не должно, поэтому ты должен отделять от своего богатства, от своего урожая десятину, чтобы и левиту, и переселенцу, и сироте, и вдове было бы хорошо, чтобы они ели досото. И когда вот ты занимаешься этим сбором, вот этим отделением десятины, скажи пред господом твоим богом вот такие слова. Дальше начинается опять же такой ритуализированный диалог или монолог, где говорится нечто важное Богу от лица жертвующего еврея, израильтянина. Итак, читаем такие слова. Я удалил из своего дома святую долю и отдал ее. Вот очень хорошее начало этой молитвы. Видите, очень часто когда мы молимся, мы начинаем с одного и того же. Я грешник, я виноват, я плохо сделал, я ничтожество. И часто молитвы наши православные нас в этом получается как-то вот чувстве укрепляют. Но когда мы читаем Библию, мы находим гораздо большее разнообразие молитвословий к Богу. И вот например тут указано очень хорошее начало молитвы, где мы говорим, что да, мы действительно нечто хорошее сделали. Вот мы исполнили твою волю, твой завет, мы сделали то, что невыгодно, неудобно нам, но то, что тебе угодно. И поэтому видите, я удалил из своего дома, видите, сильное слово удалил, как будто бы, не знаю, вот убрал, прогнал из своего дома десятину, потому, потому что это есть святая доля, доля, которой владелец Бог, не ты. То есть десятина Божья, это мысли повторяются часто, повторяю закон, десятина не твоя, она Божья. И я отдал ее левиту, переселенцу, сироте и вдове, сделал все так, как ты повелел мне. Ни одного из твоих повелений я не нарушил, ни одним из них не пренебрег. Видите, тут нет никакого друзей, тут нет никакого какого-то тщеславия, гордыни, но тут этого нет. Тут есть констатация от того, что я добрый еврей, и я сделал то, что ты мне повелел сделать. Ну, скажем, да, конечно же, там и перечень этого требуемого, он тоже был меньше, был перечень того, что нужно было сделать, и я его исполняю. И в этом такая симпатичная страна Ветхого Завета, есть перечень, ты его исполнил, ты молодец, Бог тебе за это замечает, любит, все очень понятно, и все очень логично, да, вот так вот, ни одного из повелений твоих, которые ты мне сказал, я не нарушил, я их знаю, меня научил мой папа, его научил мой дедушка, я научу этим правилам своего сына, и мы будем исполнять эти повеления. Так вот, тут уточнено, что за повеление тут имеется ввиду, я не ел святой доли, вот, я не претендовал, я не забирал Божью часть, потому что Божья часть, это есть Божья, да, то есть, я не ел святой доли, когда плакивало кого-нибудь, ну, какая-то, может быть, была, не знаю, поминки, да, или похороны, да, и был соблазн посвятить Божью часть этому застолью, потому что оно тоже как-то связано с Богом, со смертью, но нет, такого нет, когда я кого-то плакивал, я ее не ел, даже тогда я ее не ел, не отделял ее, когда бывал нечист, не отдавал ее мертвому, ну, вот, да, вот, тут вот имеется в виду, именно это, когда, то есть, когда я имел соблазн воспользоваться этой долей, я этой долей не пользовался, я Господа слушался моего Бога, делал все так, как ты повелел мне, вот, видите, то есть, позитивное утверждение, рассказ о том, что я много чего хорошего сделал, и на самом деле этот формат взаимоотношений с Богом тоже легитимен и уместен, можно говорить о том, что Боже, сегодня я сделал такие-то хорошие вещи во имя Твое, потому что Ты так повелел, Ты так призвал поступать в своих учеников, свой народ, дальше, взгляни же из святого Твоего жилища с небес и благослови свой народ Израиля и ту землю, которую Ты нам отдал, как и обещал отцам нашим землю, текущую молоком и медом, видите, очень новозаветная тематика, видите, призыв, эпиклезис, мы призываем, взгляни, да, или приди, или увидь, будь здесь, вот наш дар Тебе, это Евхаристия, да, вот мой дар Тебе, это и святая доля Твоя, Твой хлеб, да, и благослови, благослови это подношение и тех, кто подношение Тебе уделил, преподнес, вот, и ту землю благослови, где мы живем, и вот, вот это вот библейская модель, вот, когда так, то Библия утверждает, что все хорошо работает, мы отдаем от своего имущества часть Богу, Бог нас благословляет, благословляет это подношение и благословляет всю землю, и тогда при нашем активном труде, труде сознательном, серьезном, посвященном, эта земля превращается в землю, где течет молоко и мед, вот, и в конце завершающие слова этой главы 26-й, в которых, в этих словах излагается идеал в взаимоотношении Бога и Израиля. Этот идеал связан с идеей Израиля, как народа послушного. Израиль послушный народ, он слушает Бога, он знает его голос, он может его услышать, и он может слова услышанные исполнить. Итак, читаем, стих 16-й. Ныне Господь ваш Бог повелевает вам соблюдать предписание и законы эти, исполняйте их неукоснительно, всем сердцем, всею душою. Вы сказали ныне, что Господь ваш Бог, что вы будете ходить путями Его, будете исполнять во предписании повеления и законы, будете слушаться Его, а Господь ныне сказал вам. И вот это такой диалог, да, видите, мы сказали Богу, и Бог сказал нам. Это есть перезаключение, повторение завета, договора в отношениях между народом и Богом. Итак, Господь ныне сказал вам, что вы будете Его драгоценным достоянием, как Он обещал вам, и что вы должны исполнять все Его повеления, и что Он возвысит вас над всеми народами, которые Он сотворил, и дарует вам честь, славу и великолепие, и вы будете святым народом Господа вашего Бога, как Он и обещал. Вот, значит, народ Израиля, народ священный, потому что он народ послушный, потому что он народ слушающий, внимающий, внимающий Богу. И раз так, раз ты вооружаешь себя в послушании, в повиновении Богу, Бог как будто берет на себя все прочие разные обязанности, защищает, вас возвышает и так далее. И, дорогие друзья, я думаю, что все люди и агностики, и верующие, и неверующие, они признают тот факт, что в силу этого или не в силу этого действительно какая-то сила, Божья сила, сила какого-то хода истории, личная или обезличенная, она возвысила род Израилев, род Ветхого или Нового Завета и поставила его главою всего нашего, вот, нашей цивилизации, нашего, нашей планеты, нашего обиталища. Бог исполнил свое слово, потому что иногда, или редко, либо часто появляются те, которые, люди, которые действительно целиком исполняют законы, уставы, заповеди Божьих, Божьи. Ради этих праведников Бог любит и благословляет свой народ. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Глава истолкована. Всего хорошего, не болейте, с Петербурга, портал экзегет.ру. Спасибо за внимание. С Богом!